Всем привет! Сегодня у нас будет, я надеюсь, не очень длинное, болтологическое видео. Хочу ответить на некоторые комментарии, на некоторые вопросы. Вот, потому что отвечать, как бы, вот, печатать в комментарии, это долго, и хочется раскрыть тему. Вот, я тут себе немножко записала в телефон, что конкретно спрашивали. И имена, кого-то помню, кого-то не помню, но, в общем, не помню, начнём, в общем, не помню, кто спрашивал, или был такой комментарий, сейчас просто вне списка пришло в голову, говорили мне по поводу ватных палочек, которые мы купили с мужем в аптеке, и они стоили очень дорого, но они были классные. Вот, писали мне, что такие расходники надо покупать в каких-то магазинах, типа, типа, фикс прайс, там магнит косметик, кошки дерутся, улыбка радуги, типа такого, там они гораздо дешевле. Да, согласна, на все 100% согласна, но мы были на тот момент не в Москве, а в Саратове, в Энгельсе, точнее говоря, и это у Свекрови, и у них там такой спальный район, у них не так много подобных магазинов, нам надо было срочно, вот, мы ходили в магазин с мужем, а он не любит таскаться, вот, ему хочется быстрее всё это закончить, вот, поэтому мы, то есть, моя бы воля, я бы пошла до фикс прайса, дошла бы, но, в принципе, недалеко, на соседней улице, но, вот, не было возможности, я уже не помню, это было давно, по-моему, даже весной ещё, или летом, не помню, вот, я не помню, по какой причине, ну, то ли магазины уже были закрыты, такие вот, то ли не было возможности, вот, я всё это знаю, что там, конечно, дешевле, но у них рядом с домом таких магазинов нету, там был рубль бум, мы в него зашли, там цена была просто заоблачная на ватные палочки, или их там не было, вот, и поэтому мы пошли в аптеку, потому что другого варианта не было, ни в пятёрочке, ни в магните не было палочек, вот, поэтому мы купили их в аптеке, но почему там, я уже не помню, помню, что мы купили там почему-то, вот, не знаю почему, потому что в других местах не было, мы обошли всё, и либо цена была какая-то не такая, либо уже магазины были закрыты, это я не помню, вот, ну, в принципе, я в аптеке не люблю такие вещи покупать, и стараюсь такие вещи именно покупать в каких-то вот таких магазинах, типа FixPrice, Glomart, где подешевле, вот, так, ещё, ещё у меня был вопрос под каким-то одним из очень старых видео, там, не знаю, даже какой летней давности, 4-5 лет, 6 лет видео, был комментарий, расскажи, расскажите, что такое стратификация, ну, я общими терминами, да, своими словами расскажу, потому что, ну, я не научный деятель в этой сфере, расскажу, как я это понимаю и как я делаю. Есть разные растения для некоторых, в том числе цветы, в том числе есть и плодовые, скажем так, растения, конкретно не могу назвать, но есть, которые требуют стратификации перед посадкой. Стратификация – это охлаждение. Почему, как бы, почему, кстати говоря, в описании вы можете наблюдать, что пишут, что перед посадкой семена необходимо вместить в холодильник, либо даже в морозилку, вот, либо же эти семена высеваются под зиму. Вот, например, вот примула, мой любимый цветочек, его лучше сеять, то есть, семена требуют стратификации. Из личного опыта могу сказать, что лучше сеять под зиму, оно вырастает так лучше, это растение. Цвести будет, может, даже в первый год, ближе к осени, то есть, весной цвести не будет, весной будет набирать, так сказать, зелень, а цвести будет к осени. Вот, если, допустим, семена стратифицировать в холодильнике и потом высаживать рассадой, может цвести и в первый год, а может и только во второй. То есть, как бы, если вы хотите добиться цветения, не нужно удлинять, как бы, вот этот вот детский возраст растения. В общем-то, надеюсь, что понятно. То есть, стратификация – это охлаждение. Нужно просто больше читать информации о цветах. Ну, в основном цветы требуют стратификации, есть и плодовые культуры. Нужно больше читать информации в интернете, где-то на упаковках. Если вы видите слово «стратификация», почитайте конкретно про растения, углубитесь. Потому что, опять же говорю, есть растения, которые, например, вот аквилегия, она тоже требует стратификации. Ее лучше в холодильнике подержать. Подержать семена в холодильнике, просто в упаковке, в пачке. Просто положить куда-то на полочку, где вы храните там яйца или овощи. Подержать эти семена пару недель, и потом уже высаживать рассадой. Либо высевать в открытый грунт. То есть, тут у них не принципиально. Можно так, можно так. Примулу, вот из личного опыта, рекомендую высевать под зиму, которая тоже требует стратификации. Есть растения, сейчас не скажу названия, которые требуют стратификации, и там лучше проводить эту стратификацию определенным образом. То есть, семена из упаковки вынимаются, помещаются в воду, либо смачиваются, там, допустим, на какой-то ватный диск, помещаются в баночку в воде, и эту баночку ставят чуть ли не в морозилку на пару часов, потом вынимают и сажают, как обычные цветы, на рассаду. То есть, все цветы разные. Смотрите, что конкретно вы сажаете, больше читайте информации про цветок. И если вы видите слово стратификации, это значит, нужно предварительное охлаждение. Иногда очень сильное, иногда шоковое, иногда длительное охлаждение. Вот. Если хотите попробовать такой цветок посадить, экспериментируйте. Пробуйте, пробуйте разные способы. Смотрите, тут зависит еще от вашего региона, где вы будете высаживать. Средняя полоса, южная, северная, это все тоже влияет, это все по-разному. Влияет на периоды посадки, периоды всходов и так далее. И также на ту же самую стратификацию. То есть, чем южнее вы находитесь, тем более ранняя стратификация нужна. Либо нужно дополнительное шоковое охлаждение, ну так сказать, вручную перед посадкой. Например, в средней полосе и в северных районах лучше в открытый грунт сажать под зиму, потому что зимы суровые. И это вам будет здорово, хорошая стратификация будет. Так что, в общем, такой вот, такая интересная тема. Так, и, значит, околоогородной темы покрутимся еще. Был вопрос от моей Натуси. Как ты познакомилась с Октябриной Ганечкиной? Это вообще очень интересная история. В далеком, по-моему, 2012 году. Да, наверное, в 2012. Да, потому что канал я начала вести где-то в 2016 году. Да, наверное, 2012 год. В общем, у меня был магазинчик на ярмарке мастеров. Я на тот момент занималась кукольной миниатюрой. Очень активно лепила всякие штуки. Делала из дерева, из разных материалов. Ну, в основном это была еда, но также я занималась мебелью, всякими такими штуками для кукольных домиков. Вот. И однажды мне на ярмарке мастеров написал... Написала менеджер с первого канала, с телевидения. Пригласили меня на съемки, передачи на первый канал. По-моему, она называлась «Страна Лилипутия» или что-то в этом духе. Я уже не вспомню. В общем, я согласилась. Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы мне и не пойти на телевидение? В общем, это для меня дополнительная реклама. И, в общем-то, я даже не раздумывала практически. Я сразу спросила, куда, чего, как, сколько, зачем и так далее. Вот. И, собственно, на съемках этой передачи мы познакомились. Ну, как познакомились. То есть, мы там все были как участники. Кроме меня еще были две девочки, которые занимались миниатюрой. У нас разная тематика была. Вот. А там был также декоратор и вот «Октябрина как садовод». Потому что передача, она была посвящена дому в целом, да, вот, хозяйству. Как бы все в кучу. Я особо никогда не смотрела эти передачи. Но вот, наверное, та передача, в которой я снималась, это единственная, которую я смотрела. Вот. И пока мы снимали все это, пока нас снимали, пока наносили там, пока, вернее, пока была подготовительная работа, я ее видела в коридоре, потом, пока нас всех гримировали, так сказать, наносили макияж более яркий, более какой-то эффектный. Да, потом, когда уже в студии все это снималось, она там постоянно крутилась. Вот. И я к ней подходила пару раз. Ну, скажем так, то есть лично мы не знакомы, но я с ней общалась. Я, знаете, ее до того момента, как мы вот с ней так близко познакомились, скажем так, в кавычках, до того момента я ее очень уважала. и можно сказать прям вот, ну, не то чтобы боготворила, но я считала, что ее какие-то вот достижения в садоводстве, вот в этом, во всем, они, ну, весомые, и я испытывала к ней некое уважение. Как бы, я вот старалась как бы следовать ее каким-то наработкам. Вот. А когда я с ней вот так вот познакомилась на передаче, я, знаете, очень разочаровалась в человеке. Вот правильно сказала один, одна девушка сказала, чтобы не разочаровываться, не очаровывайтесь. И вот по жизни я после этого стараюсь не очаровываться. я не скажу, что человек, что Октябрина, она какой-то плохой человек, что она выдает себя не за того, кем является. Нет, возможно, все так и есть. Но вот это отношение уже на тот момент, хотя она, и сказать, что на тот момент была супер популярной, она, скажем так, была, наверное, на начальной ступени со многими какими-то садоводами, которые пытались пробиться в элиту. Вот. Вот ей, наверное, это удалось, потому что, потому что она, ну, как это сказать, поставила себя выше других. То есть пренебрежительное отношение к своему потребителю. Вот. Неуважительное отношение. Наверное, слишком завышенная самооценка, слишком какая-то сумоуверенная такая женщина. Нет, даже не знаю, как это выразить. Просто, знаете, когда я к ней вот, ну, там подошла, пару вопросов ей задала, и мне ответили в грубой форме, типа того, что кто-то такая, что-то до меня докопалось, не видишь у меня тут съемки, меня твои дурацкие вопросы не интересуют, как бы вот в этом формате. Это довольно-таки неприятно. И, ну, это было не лучшее мое знакомство с человеком, которого я уважала и к которому я прислушивалась. Да, у меня есть пара ее книг. Я даже хотела получить автограф, но передумала после этого. Да, я вот семинати купила, решила оставить морковку от Ганечкиной, попробовать, да, что это такое. Просто, просто так. Вот, в плане... Я больше не прислушиваюсь к ее мнению. Есть куча других людей, которые готовы разговаривать, готовы поделиться какими-то знаниями, готовы посоветоваться точно так же, которые идут на контакт, которые не ставят себя выше других людей, как бы более уважительно относятся к окружающим, к своим зрителям. Вот. И, в общем-то, вот такое у меня было знакомство. Это видео можно посмотреть в ВКонтакте, эту передачу, потому что я ее не смогла найти на Ютубе. Я обрызгала все. Пропали даже очень старые выпуски. Ну, наверное, удалили. Вот. Поэтому, если кто хочет, под этим видео будет ссылка на мою группу. Подписывайтесь, кстати говоря. Вот. И там есть это видео. Можно посмотреть эту передачу, как я там снималась. Кому интересно. Вот. Также мы с вами плавненько подошли к теме моей группы. Еще хочу вернуться. Был, как бы, вопрос, комментарий такой. Не вопрос, а комментарий. Спецодежду вам присылают на обзор. И еще, по-моему, Анюта мне писала, Аника Зетт канал, писала мне тоже под видео с обзором покупок уставной формы для мужа, по-моему. Тоже был комментарий, что Ну, Аня как-то так выразилась, типа мне на обзор не присылают. Я, может, не так поняла этот комментарий. Я поняла так, что ты поняла это, как будто бы мне прислали на обзор. Нет. Значит, магазин форма одежды не сотрудничает с блогерами. К сожалению, они не присылают ничего на обзор, ничего бесплатно не присылают. Вот. Но я просто случайно их нашла. Мы искали, по-моему, по-моему, что-то мы искали, какую-то форму или что-то такое. Я нашла их абсолютно случайно. Мне понравились цены, понравилось, что производство у нас, качество. Вот. И я делала первый заказ за свои счеты, как и все последующие. Вот. Но в процессе я узнала, что можно как бы начать такое некое сотрудничество с магазином. То есть на основании своих покупок я могу предоставлять своим подписчикам, своим зрителям скидку от магазина, да, на приобретение чего угодно. Вот. То есть по моей ссылке, то есть я покупаю какую-то вещь за свои деньги, вот, не на обзор, а именно просто я покупаю, потому что мне нужно. Делаю обзор на эту вещь, либо просто показываю ее в видео, оставляю вам ссылку реферальную, и по этой ссылке вы получаете скидку на любую покупку. Вот. На такие условия магазин идет. А на то, чтобы бесплатно присылать, он не идет. Вот. Так что все, что я заказываю мужу для работы, какую-то форменную одежду, какие-то там держатели, что-то там, что цепляется на ремень, какие-то вот страховочные тросики, кокарды, там, нашивки, это все за наши кровные денежки. Это не бесплатно. Вот. И вернемся к творческой теме. значит, я вам обещала рассказать. Надо попить немного. Так. Я вам обещала рассказать некие изменения. Значит, у меня сейчас меня поглотило творчество и я, наверное, нашла себя. Пока не хочу никаких громких фраз. Вот. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Меня это увлекает, затягивает. Мне нравится сидеть вот в этом ковыряться. И я, знаете, даже забросила вообще все. Я перестала готовить. У меня нет воображения. Ну, то есть, что-то стандартное, да, а уже что-то там такое я уже не готовлю. Как-то вот меня поглотило творчество. Надо, надо возвращаться тоже к обыденной жизни, но сейчас постепенно пытаюсь совместить. вот. Вот. И, значит, собственно, под видео вы найдете ссылку на мою группу ВКонтакте, которую я решила реанимировать. Там будет появляться периодически новая информация. Так что подписывайтесь. Кому интересно именно мое творчество. Вот. На канале я, наверное, не буду все освещать, то есть, какие-то этапы, вот, что у меня сейчас, над чем я работаю, вот, только в этом плане. Вот. уже непосредственно, как сказать, то, что можно приобрести, да, какой-то готовый товар, либо набор для вышивки, это будет освещаться, и все можно посмотреть, будет почитать в группе. Поэтому подписывайтесь. Также, кто не знал, у меня есть второй канал, и я решила его реанимировать тоже. Он изначально был посвящен ремонту украшений, тоже, кто, может, не в курсе. Я как-то это не особо афишировала, и не снимала про это, но, может быть, вам будет интересно. То есть, как бы, я хочу туда тоже. там всего одно видео пока, но и было там одно или два их, ну, одно точно есть. По ремонту украшений я занималась, ну, и сейчас, в принципе, занимаюсь на заказ. Например, у человека что-то сломалось, какое-то украшение, бижутерия, или, допустим, какая-то любимая вещь, она сломалась, или просто перестала быть актуальной возрасту, и нужно переделать ее во что-то новенькое, дать ей вторую жизнь, второй шанс. И вот ко мне люди обращаются, я переделываю. Либо ремонтирую, либо переделываю. Вот. И вот я никогда это не снимала мне, потому что, в принципе, просто некогда. вот. И также, поскольку я вот сейчас увлеклась брошем, я хочу канал посвятить именно брошем и, наверное, бижутерии, да, вот именно в том как бы виде, ну, типа, как портфолио. То есть, там не будет никаких процессов, если только какие-то мастер-классы на наборы. Вот так вот. На наборы для изготовления украшений. Вот. Только это. Больше никаких процессов не будет, никаких влогов, никаких ничего такого. Там будут видео, посвященные ассортименту, да, каким-то, например, наработкам, ошибкам в работе. Может быть, в процессе появятся обзоры покупок непосредственно для работы, да, над брошеми, либо над каким-то ремонтом украшений. То есть, например, у меня бывает такая вещь, как закупка в комиссионке. То есть, я покупаю в комиссионке какие-то наборы бижутерий, приношу домой, разбираю, раскребаю, смотрю, что есть что, что куда можно использовать. Может быть, это будет интересно, потому что там за практически копейки можно купить хорошие вещи, даже и серебро, вот, и даже позолоченную бронзу можно купить разное, в общем, и посеребренное золото можно купить. Вот, в общем, разные бывают ситуации. И вот бывало, что у меня, допустим, я так вот мешочек покупаю, разбираю его и смотрю, там, что-то может быть на реконструкцию, что-то идет на разбор, на ремонт других украшений, что-то можно использовать в творчестве, вот, как элемент. Может быть, будет интересно такие обзоры. так что там будут выходить видео редко, очень редко, но если вам интересно, то подписывайтесь, ссылка будет в описании. Вот. Еще, конечно, у меня глобальный план, пока не буду говорить какой, вот, потому что есть свои условия, я расскажу попозже, когда более-менее будет какой-то какой-то материал собранный для этого. Вот, я уже расскажу более детально, в чем проблема и чего я хочу. Вот, пока что вот план такой. И, наверное, еще ближайшая тоже идея такая, все-таки я хочу вернуться в, ну, в хендмейт, и мне бы хотелось участвовать в ярмарках, в каких-то фестивалях, но я не готова за них платить, вот, поэтому я буду смотреть, мониторить, возможно, появятся какие-то бесплатные мероприятия, и, если я в таких мероприятиях буду участвовать, информация будет освещаться в группе ВКонтакте, и, может быть, я мельком буду говорить здесь, во влогах, но это не точно, вот, поэтому, если интересно, подписывайтесь на второй канал и на группу ВКонтакте, вот, пока создавать, там, Телеграм, или что-то такое, я не планирую, я поняла, знаете, в процессе вот той паники, которую создавали в прошлом, позапрошлом году другие блогеры, и в той панике я себе создала и Дзен, и Рутуб, и еще там какие-то соцсети, но в процессе я поняла, что мне не хочется их вести, и Телеграм я пока как бы тоже не хочу, я для себя не вижу в нем какой-то перспективы, какого-то удобства, вот, пока вот хочу оставить так, вот, так что вот такие у меня новости, приглашаю подписаться, кто досмотрел до конца, вот, надеюсь, было интересно, если у кого есть какие-то новые вопросы, задавайте под этим видео, под любым другим, вот, подписывайтесь, не забывайте ставить пальчик вверх, и чтобы ничего не пропускать, ставьте колокольчик, вот, все, надеюсь, было интересно, не скучно, увидимся, всем пока-пока, пока-пока.